Сегодня шуршание потёртых страниц звучит во всём мире. День книги отмечают ежегодно, 23 апреля. Он через днём не НЕСКО, чтобы вернуть читателей в библиотеки, а писателей за благородное дело. Огромные книгохранилища, полки с редкими экземплярами и примечания на полях часто остаются без внимания. Лучший помощник теперь интернет, а лучшая обложка – чехол планшетного компьютера. Но культ печатных книг не просто победить. Сотрудники библиотек уверены, современные девайсы никогда не заменят мудрость бумажных листов. У нас, конечно, специфика работы своя в библиотеке. То есть у нас студенты, преподаватели, преподавательский состав, профессора. Они всегда будут ходить в библиотеку и всегда будут пользоваться только печатными носителями. То есть книга, я считаю, никогда не уйдёт из нашей жизни. Всё чаще в городе появляются библиотеки на открытом воздухе. Первый уличный книжный шкаф установили в сквере Суханово. Случайные прохожие теперь задерживаются здесь на час-два, чтобы дочитать очередную главу. Список книжных шкафов пополнил новый – возле библиотеки имени Горького. А решили устанавливать, потому что видим, что идея развивается. С осени, когда её сюда привёз в город наш активист Вячеслав Гнездилов, она получила широкое развитие, обрела большую популярность. Про неё знает, наверное, чуть ли не каждый житель Владивостока. И именно поэтому мы продолжаем её развивать и планируем развивать дальше. Хоть Владивосток – город читающий, книги горожане предпочитают разные. Реклама массовой литературы делает своё дело. Среди авторов почти ни одного классика, но название у всех на слуху. Там три части идёт. Оттенки серого. Её и вся молодёжь читает, получается. Там, получается, про отношения, взаимоотношения парня с девушкой. А я, кстати, также читала «50 оттенков серого». Эта книга прям вызвала же очень бурную такую дискуссию. Мне было очень интересно. Да разные. Какая последняя прочитанная книга была? Детективчик. Ну, я дочитываю. Наталья Правдина. Ну, немного книг. Там, исполнение желания, что-то такое. Ну, психология. Другой пример читателей в этой аудитории. Максим Жук, преподаватель из ДВФУ, регулярно проводит лекции по зарубежной литературе. Полуторачасовой рассказ о Джойсе, Фаузе или Сартре люди готовы слушать даже стоя, когда в зале уже закончились сидячие места. Ну, в целом, хожу для саморазвития. В большей степени очень интересные лекции, очень интересный преподаватель. Вот такие учителя, путеводители по литературе и вообще по миру искусства очень нужны. Для Владивостока не только этот день, но и всю неделю можно считать посвященный литературе. Фестиваль редкой книги библиотеки ДВФУ, библионочь с лекциями, мастер-классами и поэтическими вступлениями. Пока такая культурная программа привлекает жителей, настоящая книга не потеряет ни одного стоящего читателя. Наталья Ладудька, Дмитрий Калугин, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.